На конно-спортивной базе поселка Омске собралось более 80 спортсменов. На конкурт традиционно прибыли всадники и лошадки из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, а также главный конкурент омичей за победу казахстанцы. Второй, заключительный день конных соревнований после ливня затопившего поля получился весьма экстремальным. Но если лошадь доверяет всаднику, то преодолеть препятствия в норму времени не составит труда. Это доказала омичка Ксения Кондратьева на лошади Мишель. Без единого штрафного очка она задала соревнованиям самую высокую планку. Меня очень сильно порадовала сегодня лошадка. Она работала со мной в команде, выполняла все, что я ей сказала, показала. Порадовала, что несмотря на погоду мы с ней сработались. Но вообще лошадку пугает вода, она начинает сразу же останавливаться, смотря, что происходит. Но если лошадь доверяет всаднику, то нет никаких проблем, она идет и идет доверяем. Главный претендент на кубок, мастер спорта международного класса Александр Тишков из Казахстана выступал вторым. Он также чисто прошел все испытания, правда скорость немного подвела. Не уложился в норму времени, которую, впрочем, вскоре увеличили на 6 секунд. И не стали выписывать штраф титулованному спортсмену. Все федеральные округа, неважно юг это, Приволжский или Восток, конечно, далеко им до Сибири. То есть Сибирь серьезно продвигается в конном спорте. В конкуре строгие правила. Каждая упавшая перекладина минусует очки. Здесь штрафуют из-за нарушения нормы времени. После двух первых всадников уже никто не смог проехать дистанцию идеально. А победителя определили в перепрыжке. Ксения Кондратьева вновь безупречно преодолела путь с частью барьеров, отобранных судьями для повторного прохождения. А Тишков от перепрыжки фактически отказался, не желая перетруждать лошадей. Как выяснилось, победа уже была у него в кармане по итогам двух дней соревнований. Это дни и ночи напролет и работа огромной команды, тренерского состава. И подготовка лошади занимает круглосуточного внимания. Ежедневного не бывает ни выходных, ни проходных. И, например, подготовить лошадь к уровню таких соревнований – это значит 6-7 лет. Вот 6-7 лет упорного труда, и вот он результат работы. Спортсмены на молодых лошадях продолжили соревнования по конкуру. Их сменили юниоры, юноши и дети. Конные состязания в командном зачете завершились победой омской сборной. Второе место заняли казахстанцы, а третье заслуженно получил Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова